Сегодняшняя тема. Общие резюме экспертов следующие, обнаруженных проблем довольно много, однако в целом исследованная вода безопасна. Большинство нарушений связано с достоверностью маркировки. Так, по итогам исследования, у 59 торговых марок были выявлены признаки фальсификации. Вода еще пять марок не соответствовала действующему техрегламенту ЕАЭС 044-2017, который станет обязательным только с 31 декабря этого года. В одной воде специалисты обнаружили сразу оба этих нарушения. Кроме того, у половины исследованных товаров этикетка содержала информацию, которая может ввести потребителей в заблуждение, так называемая, легальная фальсификация. Это может быть указание на натуральность, эко-характеристики, визуализация образов, горы, леса, родники, или товарные знаки, указывающие на природное происхождение воды, обозначение, источник, на упаковке. При этом, по словам специалистов, большинство из выявленных проблем законодательно пока не запрещены. По словам экспертов, потенциально небезопасной для здоровья по итогам исследования была признана вода шесть торговых марок, их рейтинг обнулен. Например, в питьевой воде, Акватонус, Богородская и Тегерецкая, были выявлены несоответствия техрегламенту по сумме нитратов и нитритов, УТМ Акваника, Аканика Китс по нитратам. Продукция марки Акваника, Аканика Китс, в которой обнаружены нитраты, декларировалась на соответствие ТРТС-021, а этим техрегламентам нитраты в воде не нормируются. Формально, нарушений нет, однако они нормируются новым ТРЕАС-044-2017, взятым за основу опережающего стандарта раскачества. Уже в следующем году вся продукция данной категории будет регулироваться только в соответствии с новым ТРЕАС-044-2017, и превышение нитратов станет поводом изъять некачественную продукцию из продажи. Такая же ситуация с марками Акватонус, Богородская и Тегерецкая. У производителей до конца этого года есть время, чтобы исправиться, говорят специалисты. В другой питьевой воде, Ахун, нашли остаточный хлор. При этом на этикетке есть надпись, которая может свидетельствовать о природном происхождении воды, вода, рожденная в Национальном Сочинском парке. Как говорят в раскачестве, выявленный остаточный свободный хлор косвенно указывает на обработку воды хлором, в то время по новому техрегламенту для природной и детской воды такая обработка запрещена. Для обработанной же содержания хлора не должно превышать предельно допустимого уровня. В шестом образце, минеральной воде, Абуховская-13, обнаружили повышенное содержание марганца. По словам специалистов, это не противоречит ТРТС-021, по которому задекларирована вода, но считается нарушением требований действующего ТРЕАЭС-044-2017, имеющего обязательную силу с 31 декабря 2021. Повышенное содержание марганца – больной вопрос для производителей минеральной воды. Марганец всегда идет в паре с железом, и если вода железистая, то там он обязательно присутствует в концентрации, превышающей сейчас установленный норматив. Вопрос о внесении изменений в регламент о содержании марганца в лечебных и лечебно-столовых минеральных водах в настоящий момент прорабатывается, объяснила ведущий научный сотрудник в НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Елена Севастьянова. По содержанию микроэлементов не соответствовали маркировки 60 из 206 проверенных торговых марок. Эксперты отмечают, что в случае несоответствия фактического содержимого бутылки написанному на этикетке речь идет о признаках фальсификации продукции, иначе говоря, подделки. Кроме того, как выяснили специалисты, минеральная лечебно-столовая вода, сульфатная, двух торговых марок оказалась без заявленного лечебного эффекта. В этой воде не хватало основного действующего вещества, сульфат иона. Серьезным фактом является то, что более 40 тм минеральной воды содержали указания на группы минерализации, но при этом были изготовлены не по ГОСТ, предусматривающему деление на группы, и это, например, боржоми, и виан. Производители необоснованно указывали на этикетках группы, что вводило потребителя в заблуждение. Указание группы воды, фактически направление лечебного действия, критично для минеральной воды. Врач, выписывая пациенту минералку в лечебных или профилактических целях, рекомендует именно группу минерализации, гидрокарбонатную, хлоридно-сульфатную и т.д. А не отдельную торговую марку. Обязательных требований к гидрохимическому составу по группам воды не установлено. Требования ГОСТ 543-16-2020 на группы воды применяются производителями на добровольной основе. Поэтому привлечь к ответственности производителя, выпускающего воду заявленной группы, но с отличающимся гидрохимическим составом, невозможно, отметили в раскачестве.